Планы ядерного удара по СССР в Америке корректировали по количеству изготовленных бомб каждые полгода. По плану дропшот, начало атомной бомбардировки Советского Союза, было назначено на 1 января 1957 года. Командующий стратегической авиацией США Кертис Лимей, он был готов, вернее, он требовал исполнения этого плана для того, чтобы очистить от населения громадные просторы России. Это надпись на каске американского солдата. Оккупационные силы. А рядом со штыком на карте это Москва. Нет, это не американцы. Над Красной площадью американский самолет пролетит в 1956 году. А это военный парад в Москве 1 мая 1950 года. Сталин знает, что этими самолетами командует его сын, генерал Василий Сталин. Вот он сейчас пролетает над Мавзолеем. Но тени от самолетов невольно заставляют вспомнить войну. Осень 41-го, когда немецкие бомбы падали на Москву и даже на территорию Кремля. Теперь, когда появилась атомная бомба, достаточно одного вражеского самолета и одной бомбы, чтобы столицу Советского Союза постигла участь Хиросимы. Задача ставилась конкретно. Создать для Москвы абсолютно непроницаемую систему противовоздушной обороны. И как можно быстрее. Для этого при Совете Министров формируется третье главное управление под началом Василия Михайловича Рябикова. Курировать его работу поручено самому Берии. У метро «Сокол» в рекордно короткие сроки построили вот это здание. Теперь это ЦКБ «Алмаз» – всемирно известная фирма средств ПВО. А тогда это было КП-1 – особо секретная головная организация по разработке системы ПВО Москвы. Создавать непроницаемый щит для московского неба поручили Сергею Лаврентьевичу Берии и Павлу Николаевичу Куксенко. После ареста Берии Старшего главным конструктором КБ-1 стал Александр Андреевич Расплетин. Потом Борис Васильевич Бункин. Потом Александр Алексеевич Лиманской. В КБ-1 «Алмазе» будет создана боевая техника для войск ПВО нашей страны и многих стран мира. Чаще всего она будет превосходить лучшие западные аналоги. Но все это будет потом. А вначале надо было выполнить задание, которое оказалось самым сложным за всю историю КБ-1 «Алмаз». Вокруг Москвы на расстоянии 50 и 90 километров построили два кольца стационарных позиций, на которых разместили 56 ракетных полков. На позициях находилось 3500 ракет, которые могли одновременно уничтожить более тысячи самолетов, летящих в Москве с любого направления. Главным конструктором ракеты для этой грандиозной системы был назначен Семен Алексеевич Лавочкин. Ракета была спроектирована, построена и подготовлена к испытаниям всего лишь за один год. Весной 1955 года система ПВО Москвы С-25 была принята на вооружение и находилась на боевом дежурстве более 30 лет. Никто в мире подобных систем больше не создавал. И хотя она не уничтожила ни одного вражеского самолета, она положила начало решению фундаментальных проблем ПВО. Ракеты системы С-25 с гордостью демонстрировали на парадах. Но иностранным разведчикам было хорошо известно, что эти ракеты защищают только Москву. Эффективный современный ПВО на огромных просторах СССР не существовало. Министр среднего машиностроения Вячеслав Александрович Малышев подписал в ноябре 1953 года приказ о начале работ по системе 75. Это был приказ о создании легендарной С-75.